По сюжету комедии «Рождественские каникулы» главный герой, отец семейства, прикладывает огромные усилия, чтобы организовать празднование в семейном кругу. Он хочет одного, счастливо провести Рождество вместе с родными и близкими, но все идет наперекосяк, как бы сильно он ни старался. Джефф Нортон, автомеханик из пригорода Лос-Анджелеса, уже 20 лет коллекционирует все, что связано с этим фильмом. Четыре года назад он решил превратить фасад своего дома и двор в инсталляцию, посвященную комедии. Здесь у меня автомобиль, на котором в фильме ездил главный герой того же года выпуска. Я его полностью переделал, чтобы нельзя было отличить от того, что в фильме. На крышу привязал настоящую елку с корнями, как у Гризалда, который забыл электропилу. Электропила, добавляет Нортон, та самая, которая использовалась в съемках фильма. А еще 12 тысяч лампочек, которые понадобились, чтобы украсить дом. Манекены, изображающие героев фильмов. И генераторы, выпускающие мыльную пену, которая заменяет снег. Нортон признается, что вложил в свое увлечение более 100 тысяч долларов. Мне доставляет большое удовольствие видеть, как люди радуются, приходя сюда по вечерам, когда я запускаю генераторы с пеной. Дети в восторге. Таких коллекций, посвященных этому фильму, больше нет. И мне нравится ее демонстрировать другим. Каждый легко узнаваемый экспонат и масса другого реквизита рождественских каникул вызывают смех у присутствующих, так как напоминают им забавные эпизоды из фильма. Мы с друзьями смотрим этот фильм «Каждое Рождество». И увидеть целые сцены из него, воспроизведенные таким образом, это потрясающе. Я всегда начинаю смеяться, когда в одной из сцен индейка оказывается сухой, и когда тетушка вместо молитвы перед ужином начинает зачитывать клятву верности флагу США. В этом году Джефф в погоне за аутентичностью надстроил искусственный второй этаж, что вызвало недовольство местных властей. Ему даже выставили счет за нелегальную надстройку. Соседи Нортона собрали необходимую сумму, чтобы покрыть штрафы. Джефф говорит, что к нему приезжали люди со всей страны и оставляли пожертвования. В конце концов Нортон договорился с властями, что уберет второй этаж сразу же после Нового года, 1 января. И это сработало. Собранные деньги он планирует потратить на воспроизведение еще одной знаменитой сцены из фильма в следующем году. Позвольте вам представить Эдди. По сюжету фильма Эдди нагрянул Грисвелдом на Рождество без приглашения вместе с женой и детьми. Он вечно без денег и живет в старом автокемпере. Для многих это любимый персонаж фильма, так как дядя Эдди, как говорят здесь, есть в каждой американской семье. Фильм «Рождественские каникулы» вышел на экраны более 30 лет назад. И знакомая до боли история про то, какие бытовые неурядицы могут произойти в празднике, не стареет до сих пор. Евгения Дюло. Настоящее время. Америка. Из Лос-Анджелеса.